Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В этом году по итогам 7 месяцев мы тоже видим цифры роста более 30% и это говорит о том, что мы действительно цифру в 200 миллиардов долларов взаимной торговли в этом году достигнем и превысим. Но конечно это далеко не все. Важно, что с ростом количественных показателей происходит и качественный рост нашей торговли. У нас растут взаимные поставки более сложной продукции. Форум в Казани собрал более 5000 участников из 24 стран. Рустам Мениханов поблагодарил всех гостей и отметил, эта встреча послужит отправной точкой для реализации новых инвестиционных проектов. Форум Роски выступает уникальной площадкой для активизации совместной работы по самым разным направлениям, таким как инвестиционные проекты, машиностроение, нефтехимия, сельское хозяйство. Как отмечают участники форума, ростки в будущем обязательно дадут свои плоды, то есть конкретные работающие проекты. Мы открыты для новых российских технологий и готовы с радостью рассказать о них предприятиям в Китае, чтобы они могли ими воспользоваться. Китай это не спринт, Китай это марафон, то есть при работе с китайскими партнерами всегда нужно время для того, чтобы добиться каких-то серьезных результатов. В Китае есть поговорка, что перед тем, как делать бизнес, большой бизнес, настоящий бизнес, надо сначала стать друзьями. Наша республика продолжит расширять сотрудничество с Китаем. В ноябре запланирован визит Рустама Мениханова в Шэньчжэнь. Здесь пройдет ярмарка высоких технологий. Также делегация республики получила приглашение в Сынцзянь-Уйгурский автономный район. Есть интерес наших китайских партнеров, есть огромный наш интерес. Если взять куда идти, надо идти туда, где тебя ждут. Надо сказать, что прошлый год 58% рост, 1,6 миллиарда долларов товарооборот. В этом году, уже в первом квартале, идем с двукратным ростом. По предложению Раиса Республики, форум Ростки должен получить постоянную прописку в Казани. И в следующий раз пройти в ноябре 2024 года. Дмитрий Айрин, Рамзельгарипов, ТНВ, Казань. Сегодня Рустам Мениханов и Максим Решетников посетили ряд предприятий республики. Утром отправились на КАМАЗ, осмотрели производственные линии, научно-технический центр и ознакомились с новинками модельного ряда. Министр протестировал магистральный тягач семейства К-5. Также Рустам Мениханов и Максим Решетников сегодня посетили особую экономическую зону Алабуга и Алабуга Политех. Им показали производство автомобилей Аурус, запущенные два года назад. В образовательном центре рассказали о программах обучения. В этом году в Алабугу Политех поступили свыше 1200 студентов. Вы находитесь в лаборатории АСУ-ТП. Здесь мы занимаемся автоматизацией систем управления технологическим процессом. Это направление является сейчас самовостребованным, так как многие производства сейчас делают упор на автоматизацию. И уже есть первые итоги прошедшего форма. В ноябре в промпарке Зеленодольского района планируют открыть лифтовый завод. Об этом сегодня заявили руководители двух компаний. Татлифт и китайские China Aviation Gijou. Для реализации проекта создано совместное предприятие. В год планируют выпускать до 3000 подъемников. Ряд зарубежных компаний из страны ушли. А своих лифтов в России сейчас производится лишь 44 тысячи. Также наиболее близки к реализации инициативы по энергетическому и строительному направлениям с китайскими компаниями. Об этом сегодня сообщила глава агентства инвестиционного развития Телья Минулина. Она подчеркнула, некоторые китайские компании уже давно зашли в Татарстан со своими проектами. И такие форумы закладывают конкретные договоренности. Мы не говорим, что у нас здесь площадка для высоких политических дискуссий. Мы говорим, что у нас рабочая бизнес-площадка между провинциями Китайской Народной Республики, субъектами Российской Федерации и непосредственно для бизнеса. Потому что на сегодня такой рабочей площадки, бесплатной, в Российской Федерации мы с коллегами не нашли. Поэтому мы решили ее создать. На таких, как Роски, форумах есть своя атмосфера. Кроме насыщенной деловой программы, гостей удивляет не менее богатая культурная жизнь. В кулуарах можно увидеть частичку и России, и Китая. Таким образом, участники могут глубже окунуться в культуру друг друга. Рамиш Айдулин там тоже был. Как театр начинается с вешалки, так и Роски, конечно, у самого входа. Прямо у каждого павильона гостей встречают вот такие красивые девушки в красивых национальных китайских платьях. Ведь кроме деловой программы, важно помнить и о главной гуманитарной миссии форума – знакомить народы Китая и России с культурой друг друга. Добро пожаловать! Студенты из Сёи Чен Ванки и Вэй Шидзя приехали в Казань из Пекина и уже выучили первое слово на татарском. На девушках традиционные китайские платья. На одном – кошка в обрамлении иероглифов, на другом – цветы и китайское божество. Такие платья носили наши бабушки, но конкретно это купила моя мама. Мы надеваем их по большим праздникам. А здесь наши китайские друзья учат, как правильно заваривать настоящий татарский чай. Мастер-класс проводится с соблюдением всех правил. Здесь и лимон, и мед, есть даже байлыш, ну и, конечно, куда без ароматных душистых трав. Чай очень вкусный, потому что национальные ингредиенты, то, что как раз-таки есть культура нашего региона, которая всегда была на высоком уровне, которая всегда радует наших гостей. Угощают участников форума блюдами русской и татарской кухни. И вместо привычных для гостей палочек, ножей и вилки, на горячие, на варистые супы и азу по-татарски, на сладкое чак-чак. Все довольно вкусно, особенно форум. Это мой самый любимый суп. Конечно, когда речь заходит о Китае и России, никуда без спорта. И там и там спортсмены славятся своей выносливостью, силой, ну и, конечно, скоростью. Поэтому вполне логично, что прямо на форуме российские и китайские студенты решили проверить себя в настольном теннисе. Каким бы ни был счет, победит все равно дружба. Здесь же можно научиться играть в китайские шашки го, а еще обладеть игрой на русских музыкальных инструментах. Они в чем-то схожи с китайскими. Таким образом, несмотря на богатую деловую программу, культурное наполнение форума не менее насыщенное. Хотя здесь, на бесчисленных гектарах Казань-экспо удалось уместить лишь часть того, чем по-настоящему могут гордиться Китай и Россия, этого будет достаточно, чтобы понять наши страны ближе, чем кажется. Ромен Шагюр, Малзетинов, ТНВ, Казань. Сотрудничество с Китаем для Татарстана носит приоритетный характер. Об этом сегодня на полях форума «Ростки» заявил Фарид Мухаммедшин. Глава парламента открыл круглый стол на тему взаимодействия политических партий как значимой составляющей международных отношений. В нем приняли участие председателя Комитета Совета Федерации и Госдумы России, послы и консулы Китая, депутаты Госсовета и партийный структур обеих стран. Коммунистическая партия Китая, Единая Россия и КПРФ. Фарид Мухаммедшин отметил, в последние годы Китай стабильно входит в пятерку ключевых внешнеэкономических партнеров Татарстана. Фарид Мухаммедшин на Казани-Экспо встретился с сенаторами России Константином Косачевым и Андреем Денисовым. Обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества Татарстана и Китая в рамках российско-китайского стратегического партнерства. Сенаторы высоко оценили организацию первого форума и выразили надежду на продолжение такого формата общения бизнес-кругов, партийной структуры и широкой общественности двух государств. Татарстан же идет в этом смысле опережающими темпами, абсолютно точно улавливает, что называется, веление времени, потому что межгосударственные отношения, отношения между народами не могут строиться только на уровне первых лиц, на уровне руководителей. То, что мы называем межрегиональными, межмуниципальными связями, это всегда самый мощный, самый прочный, самый долговечный фундамент для развития отношений между странами. Присоединяюсь к словам Константина Иосифовича, что это большая и серьезная перспектива укрепления международного сотрудничества не только в бизнесе, но и в культуре, в человеческих отношениях. Эти традиции сейчас укрепляются. После деловых переговоров и встреч некоторые участники форума переместились в Татнефть-арену. Но так совпало. Сегодня здесь играли наш Акбарс и китайский Кунь-Луни Ред Стар. Пекинская команда в КХЛ играя с 2016 года, как и прогнозировали эксперты, встреча завершилась победой казанских хоккеистов. Акбарс прервал беспроигрышную серию Кунь-Луни. Счет матча 5-1. В Челнах и Альметьевские ритуальные бюро не могут поделить места для захоронения. В Елабоге перевозчики воруют пассажиров друг у друга. В Тукаевском районе на землях сельхозного назначения строят развлекательные объекты. Эти и другие нарушения в работе исполкомов выявили инспекторы Татарстанской антимонопольной службы, кого включили в реестр недобросовестных поставщиков и кто получает госзаказы в обход торгов. Селина Васильева с деталями. Для предпринимателей, а также близкие к структуре исполнительного комитета, люди ощутили незаконную деятельность. Речь об исполкомах Альметьевска и Набережных Челнов. Антимонопольная служба выявила серую и очень схожую схему в обоих городах. Умирает человек и разрешение на захоронение ведется только ритуальному бюро, которое сотрудничает с чиновниками. Как сообщили сегодня в Уфас, в Автограде ради вытеснения конкурентов в сговоре были исполком, горкоммунхоз и дирекция городского хозяйства. Человек пришел, сделал могилу для похорон. Приходит трактор, который принадлежит МОПу, исполком, обратно все закапывает. Говорит, что вы незаконно скопали место кладбища. То есть вам никто разрешения не выдавал. В отношении нарушителей возбудили уголовное дело. Начальника кладбища Челнов признали виновным по статье в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Исполкома Альметьевска вынесли предупреждение. Они выдавали разрешение на перевозку тел умерших только одной организации. Вопросы у антимонопольщиков есть и к властям Елабужского района. Но уже по другому поводу. К ним обратились частные перевозчики. Они говорят о появлении в городе дублирующих маршрутов и изменении траектории движения имеющихся автобусов. Как сообщили в Уфас, руководство муниципалитета своим бездействием создает условия для недобросовестной конкуренции. На территории города Елабуга имеется несколько перевозчиков, которые, соответственно, конкурируют между собой для того, чтобы привлекать больше пассажиров. Для каждого из них определен маршрут. Исполнительный комитет решает, что один перевозчик будет осуществлять перевозки, дублировать маршруты иных перевозчиков. Из полкома Елабужского района выдано предписание об устранении нарушения. Сейчас мэрия должна создать новое расписание с учетом исследований пассажиропотока. По данным сотрудников Уфаса, органы власти часто нарушают закон при предоставлении земельных участков. Они сдают их в аренду без торгов или путем перераспределения. Семь таких случаев выявлены в Казани, Набережных Челнах, Камском устье и в Тукаевском районе. Из полкома последнего заключил с предпринимателем договор купли-продажи земельного участка для сельхозпроизводства. Однако там начали строить мототрассу. Земельный участок был предназначен для проведения спортивных мероприятий, соревнований, хотя разрешенное его использование не позволяло этого делать. При этом торгов по аренде указанной земельного участка также не было. В этом году Уфас по республике вынесло 13 решений о нарушениях действий органов власти. Выдали два предписания и 22 предупреждения. Они оштрафованы на 140 тысяч рублей. В этом году от населения поступило 256 обращений, из них 161 признанно обоснованным. Наибольшее число нарушений при проведении технических закупок это выявилось в действиях Федерального управления автомобилей дороги Волговецкого региона, Главного институционного строительного управления Веспублик Тарстан, Казанского национального исследовательского технического университета КАИ, Исполнительный комитет Альмейского муниципального района, Нижнекамского муниципального района, Логическое муниципального района и горнобежные Челны. В этом году Уфас проверил исполнение 72 госзакупок в рамках нацпроектов. В результате выявлено 46 нарушений. Каждое второе приходится на нацпроект «Безопасные качественные дороги». 7 – жилье и городской среде, 4 – по здравоохранению. Селина Васильева, Андрей Ключников, ТНВ, Казань. В Таташтане завтра стартуют осенние сельскохозяйственные ярмарки. На прилавках будут свежие продукты напрямую от производителей и по фиксированным ценам. Так, картофель рекомендуют продавать за 18 рублей за килограмм, морковь за 25, капусту за 16 рублей. В Казани торговля будет вестись на 14 площадках. Их адреса сейчас указаны на экране. Кроме этого, ярмарки заработают в набережной Челнах, Нижнекамске, Зеленодольском районе и еще 14 райцентрах республики. Вакцины от коронавируса в Казани закончили, зато можно привиться от гриппа и ОРВИ без записи на приемы. Инфекционисты говорят, пугают, что мы входим в эпидподъем заболеваемости на фоне снятых ограничений. Почему специалистов настораживает новый эпидсезон, читается в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в России отмечают День финансиста. Он учрежден в нашей стране в 2011 году. В Большом концертном зале прошел торжественный вечер. Поздравить сотрудников финансовых органов приехал Рустам Миниханов. Он и сам занимал должность министра финансов Татарстана в 1996 году. Для меня это были очень интересные годы. Я видел, как развивалась эта система, сказал Раис. Он подчеркнул, что опыт, полученный в финансовой системе, пригодился ему в дальнейшей работе. Сотрудникам ведомства он вручил государственные награды. У нас прекрасные кадры, у нас в государственной системе. Мы очень эффективно работаем вместе с налоговиками. Там наше подначительство, федеральное подначительство. Все это работает как и не имеет силы. Сегодня в Нижнекамске открыли мемориальную доску памяти журналиста Александра Комарова. Этим вечером в городе завершился фестиваль региональных телекомпаний «Камский Бриз». В этом году его посвятили памяти коллеги-журналиста, погибшего в зоне СВО. Памятный знак установили в холле НТР, где долгие годы работал Александр. Он был поисковиком, много раз участвовал в вахтах памяти, вернул родственникам без вести пропавших солдат. Выпустил цикл программ «Дорогами памяти». Приказ Минобороны был награжден почетным знаком. В зону СВО отправился добровольцем минувшей осенью в составе батальона ОЛГА. В феврале под Углидаром получил смертельное ранение. С этого года на фестивале «Камский Бриз» учреждена премия «Герои» имени Комарова. Ее будут вручать журналистам, освещающим тему СВО, продолжателям дела Александра. Сегодня в Академии Рубина пополнение. Азы футбола будут постигать еще 22 юных спортсмена. Сегодня клубная молодежка казанцев одна из крупнейших в стране. В ней обучаются 400 детей. В планах модернизация клубной базы. Подробнее Рамиль Галиулиан. Виртуозное владение мячом показывают 14-летние ребята. В секцию футбола они пришли раньше, чем в первый класс школы. Сегодня парни и девчонки становятся частью большой футбольной семьи Рубина. Амбиции у юных спортсменов весьма взрослые. Рубин мне очень нравится. Я хочу попасть в основной состав, чтобы дальше вывести их в Лигу чемпионов. Хотелось бы быть похожим на Рамоса. Я бы поможил тоже, как он, центральный защитник. Рядом с ребятами на футбольной линейке их родители. Говорят, для результатов здесь созданы серьезные условия. Самые лучшие условия у нас в Академии. Не знаю, с чем можно еще сравнить. Нас устраивает. Мы довольны. Все эти ребята прошли строгий отбор. Сегодня в Академии занимаются около 400 детей под руководством 40 тренеров. И у многих есть потенциал, говорят наставники. Без труда тяжело стать хорошим футболистом. Им не стать никогда, если у вас не будет для этого еще серьезных знаний, умственных способностей. Поэтому, дорогие будущие наши футболисты, мы вас ждем в рубине. Хочу вам сказать, пожалуйста, занимайтесь упорно, как и на футбольном поле, так и за школьной партой. И сегодня Марат Сафиуллин осмотрел условия проживания и обучения ребят на клубной базе. Как, с успеваемостью? Отлично. Нормально все. Старается. Но справляется. Сегодня клубная Академия Рубина. Один из крупнейших в России центров по работе с юными спортсменами. За последние 30 лет она выпустила немало игроков, заявивших о себе в профессиональных лигах страны и зарубежья. Среди них Эльмир Набиуллин и Эльзат Ахметов, дорожшие до национальной сборной. Таких результатов не было бы без хорошей инфраструктуры. Кстати, в ближайший год клубную базу ждет апгрейд. Как рассказал Марат Сафиуллин, проект модернизации обсуждался с Рустамом Менихановым в юле. В планах строительство манежа и подготовительного центра. Хочется, конечно, всегда большего, к чему мы все стремимся, трудимся, работаем. Я думаю, что с теми изменениями, которые тут инфраструктурно будут происходить, я думаю, что возможностей будет больше и количество выпускников будет больше. И в основной команде, и в сборной России, надеюсь. Еще свежи в памяти прежние успехи команды, когда Казань побеждала лучшие команды Европы. Остается надеяться, что совсем скоро в составе Рубина мы увидим своих воспитанников, способных обыгрывать Барселону. Рамиль Галюлин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Сегодня в IT-парке имени Башира Рамиева открылся конкурс «Татар Буха Катон». Он проводится среди школьников и студентов в рамках международного форума «Казань Диджитал Уик». Ребята создают такие IT-проекты, которые популяризируют татарскую культуру, моду и музыку. Также предлагают инновационные решения по обучению родному языку, изучать новые слова в игровой форме, через чат-бот получать ежедневные задания, общаться в приложении с носителями языка. Организаторы приняли более 200 заявок. Они из районов республики Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы. Команды победителей получат денежные призы. Народ, который хранит свой язык, тот всегда будет в почете. Поэтому вот это, наверное, вот такой хакатон. На этой неделе «Казань» стала настоящим центром международных событий. И бизнес-форум, и музыкальный фестиваль, и мусульманское кино. Сегодня в «Казань» приехали известные югославский и сербский кинорежиссер, актер кино Эмир Кустурица и председатель киностудии «Ленфильм» Федор Бондарчук. Их в своем рабочем кабинете принял Рустам Миниханов. Гости участвуют в Казанском международном фестивале мусульманского кино. Раис Республики поблагодарил их за приезд и отметил, фестиваль способствует узнаваемости Татарстана во всем мире. И сегодня в одном из кинотеатров Эмир Кустурица провел творческую встречу со зрителями и представил свою новую картину «По Млечному пути». Я вспомню всегда с радостью, потому что... Кинофестиваль радует казанцев и гостей фестиваля звездными гостями. Сербского кинорежиссера в нашей стране знают хорошо. Он и сам любит Россию, часто здесь бывает и знает русский язык. Эмир Кустурица уже был на Казанском кинофестивале больше 10 лет назад. И говорит, как он растет и развивается. Кино меняется, люди меняется, жизнь меняется, отношения между континентами, такие фазы. Я думаю, что фильмы сейчас... У нас на фестивале каждый год очень хорошие фильмы. Эмир Кустурицу ждал полный зал. Творческая встреча шла в формате «Вопрос-ответ». Зрители интересовали фильмы Кустурицы. Как работалась со всемирно известными актерами Моникой Белучи и Джонни Деппом? Планирует ли он возвращаться на сцену и над чем работает сейчас? Мой умиленный фильм «Церномачка белый матч». В зале даже оказались соотечественники Кустурицы. Душица Негран, сербка. Сейчас живет в Казани. Говорит, только здесь удалось его встретить. Я знала про Эмира. Конечно же, я смотрела его фильм «Черная кошка, белый кот» по-русски. И с тех пор мечтала встретиться с ним. Мечтал его увидеть и режиссер из Успекистана. Говорит, рад, что Казанский кинофестиваль исполнил его мечту. Все фильмы Эмира видел. И мне понравилось с ним общение. Ну, как я думал, умный человек. И как я, любит Достоевского. Самый любимый писатель у меня тоже Достоевский. На творческой встрече Эмир Кустурица представил свою картину «По млечному пути». В фильме он выступил и актером, и режиссером, и сценаристом. Эту картину автор называет своим завещанием. Мы очень рады, что мы смогли и права на этот фильм взять, потому что это тоже достаточно сложно. И понимаем, что присутствие такого гостя на фестивале это весьма символично и очень почетно для фестиваля. Фильм «По млечному пути» показали в рамках кинофестиваля вне конкурса. В конкурсной программе участвуют 52 картины. На фестиваль в этом году приехали представители 21 страны. Уже завтра закрытие фестиваля мусульманского кино. Там и объявят победителя, обладателя главного приза кинофестиваля. Вероника Гайнудзинова, Лисан Саитова, ТНВ, Казань. Сегодня в Казань вернулся легендарный музыкальный фестиваль «Сотворение». На большую сцену вышли известные исполнители группы из России и Татарстана, также из Китая, Индии, Армении, Южной Африки и Мали. Они хорошо известны себя на родине, но впервые играют в нашей стране. Татарстанцы давно ждали масштабный музыкальный опен-эр в республике. Он организован в мультижанровом формате и режиме «Нон-стоп». Китайский рок, армянский блюз, русский фольклор и сотни восторженных слушателей – все это возрожденный музыкальный фестиваль «Сотворение». Мультижанровый формат пришелся по душе казанцам и гостям столицы. Они с восторгом приняли и любимых исполнителей, и новые группы, чьи композиции слышат впервые. Отличная идея, отлично. Просто необыкновенное удовольствие. Спасибо большое еще раз. Я просто в восторге, если честно. То есть от такого, что я сейчас вижу и слышу, молодцы ребята. Ну, посмотрите, сколько народу. Мы приехали из города Нижнекамск именно на этот фестиваль на два дня. Разные нации объединяют общий стиль, общая музыка. Это здорово. Тут энергетика очень сильная. Мы довольны. Это фестиваль про новость, формировавшийся за эти годы мир, и в котором родился, наверное, новый взгляд на роли различных стран, про мир, в котором отказываемся от однополярности и глобалистичных идей, в котором мы видим ценность каждого этноса. 12 лет спустя фестиваль вернулся в Казань с международным размахом. Восемь стран, 25 групп, 150 исполнителей. Открыли его молодые артисты, которые лишь начинают свой творческий путь. Мы хотели подарить радость всем зрителям, осбодрить их немножко. Я очень рада, что теперь, возможно, нас будут знать и в других странах. Не много, но будут знать. Китайская группа Drunk Band впервые выступает в России. В своих песнях они рассказывают мифы и легенды своей страны. В конце выступления поразили российского зрителя, исполнив мелодию легендарной «Катюши». Наши дедушки и бабушки пели «Катюшу» в своей молодости, и поэтому, будучи в России, мы решили исполнить эту композицию. Вечернюю программу открыл российский певец Петр Налич. Он исполнил свои знаменитые песни «Гитар» и «Море», а также несколько новинок. Следом за ним на сцену вышла африканская исполнительница Намфуси. Днем она заворожила необычным пением журналистов. Вечером удивила уже гостей фестиваля. Завершает первый день фестиваля российская инди-группа «Зер Мейтс». Завтра казанцев и гостей столицы ждет продолжение музыкального нон-стоп-марафона. Павел Драгунов, Данил Филатов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Наилем Дзехоте. Я с вами прощаюсь. Доброй ночи. Здравствуйте! Ися Мессис в студии Наил Дзехоте. В Татарстане установилась переменчивая погода. Какой она будет в предстоящей сутке, расскажем прямо сейчас. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер в сентябре со скидкой 10%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафе-купе по вашим размерам. Узнавайте подробности по телефону в Казани 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Богатых Сабах и Кукмаре ожидается переменная облачность. Днем дождей не прогнозируют. Температура днем поднимется до 20 градусов тепла, ночью будет около 10. В Опастово, Камском Устье и Кайбицах местами небольшой дождь. Температура днем до 19, ночью до 12 градусов тепла. В Чистопы, Черемшане и Аксубаево тепло. Временами ожидаются осадки. Температура днем 20 градусов и около 10 градусов ночью. В Нижнекамске, Агрызе, Сарманово местами также дожди. Температура комфортная. Днем до 20, ночью до 10 градусов тепла. В Альметьевске, Бавлах и Лениногорске осадков будет больше. Днем воздух прогреется до 18 градусов. Ночью ожидается около 10 градусов тепла. А теперь о погоде в туристических городах нашей республики. В Болгарии облачно с небольшими прояснениями. Утром и днем сильные дожди. Днем до 19, ночью до 12 градусов тепла. В Свияжске переменная облачность. Небольшие дожди. Температура днем чуть теплее. 20 градусов, а ночью 11 градусов тепла. В Елабуге в течение дня ожидаются осадки. Довольно тепло. Днем 20, ночью 11 градусов. В Казани в предстоящие сутки погода практически не будет отличаться от остальных районов. Временами пройдут небольшие дожди. Станет теплее. Днем до 21 градуса. Ночью около 12. Давление в норме. 753 миллиметра ртутного столба. Северо-восточный ветер чуть усилится. Днем его порывы будут достигать 5 метров в секунду. Влажность составит 53%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. До встречи.